Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием MyTimeAtPortia. Жух! 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 Так, бежим на улицу. У нас появились новые рукавицы, мы их совсем недавно получили. Мы прошли четвертый уровень руин, этих небезопасных, это где был у нас завод очистки воды, и нам в конце выдали вот такие рукавицы. Они, конечно, сильные, но я бы не сказал, что они очень ловко, ими можно драться. Так, мы тут что-то собираем. Уголь всякий, какое-то письмо нам пришло. Так, сейчас посмотрим. От Эмили. Михаил, арбузы на нашей ферме уже созрели, приходи и возьмешь несколько. Эмили, арбузы. Где? Где арбузы? Какие еще арбузы? Приглашение Эмили. Мне кажется, что эта Эмили ко мне неровно дышит. Она меня как будто бы заманивает в свои, в свои сети. Так, вот это Эмили. Какие еще арбузы? А, вот я вижу. Михаил, на моей ферме созрели арбузы. Давай поедим их немного, уверен, они очень вкусные. Конечно, я хочу пробовать. Так, а это мини-игра с арбузами связана, да? Вот миссия появилась. Здесь арбузы спелые, но вот тот большой оставь. Я называю его мистером Арбузякой. Так, я должен его оставить? Чего? А почему это? Мистер Арбузяка, мой кандидат для осеннего фестиваля в этом году. Если он дальше будет расти так же быстро, то у меня есть возможность победить. У вас проводится конкурс на осеннем фестивале? Да, именно так, во время фестиваля мы устраиваем городскую ярмарку, и в ней участвуют почти все. Еда, танцы, музыка и веселье. А самое главное событие – конкурс «Лучшие сокровища», на котором люди приносят самый лучший урожай года. Я участвую в конкурсе каждый год с тех пор, как приехала на ранчо моей бабушки, но еще никогда не побеждала. Всегда хотел победить на этом конкурсе. Можешь представить, что я вдруг займу первое место? Это было бы здорово, тебе тоже стоит поучаствовать. Хотя бы просто, чтобы повеселиться. В этом году мы можем пойти вместе, будет очень весело. Как бы там ни было, поторопись и возьми арбузы. Так, арбуз, значит, нас сказала средний оставить. Этот мы можем собрать. Раз арбузик, два арбуза. Этот она сказала оставить. Ей большой. Мы его, наверное, не должны забирать. Мы его и не можем забрать на самом деле. Вот такой арбуз остался. Поговорим с нею. Это должно хватить. Давай теперь попробуем. Хочу попробуем. Что попробуем? Что? Куда она меня отправляет? Куда-то. Что-то загружается. О, жрут арбузы, сидят. Ха! Говорила же, вкусные, правда? Как прохладный ветерок летом. Сидят себе такие голубкие арбузы. Да, очень сладкие. Тихие, может, арбузы у меня и не самые большие, но слаще больше никогда не выращивает. Никто слаще никогда не выращивает. Не волнуйся, мистер арбузяка, самый большой, что мне доводилось видеть. Победа будет за тобой. Хм, наверное. Так, что происходит? Очень на это надеюсь. Ну, я бы и дальше провела с тобой время. Но теперь моя очередь присматривать за фермой. Увидимся. Пока, Эмили. Пока, пока, Эмили. Так, семена тыквы, удобрения и отношения. Плюс 500 голды. Неплохо. Плюс левел ап. Левел ап. Левел ап. Персонаж. Что будем качать? Общение. Ну, мне кажется, мне надо прокачивать что-то с дисками. Выносливость увеличивается. Запасы энергии. Ну, с энергией тут еще есть какая-то увертливость. При совершении кувырков уменьшивается расход энергии. Что мне качнуть? Что мне? Рыбную ловлю. Боевые навыки. Либо же все-таки прокачивать вот это. А тут можно вот это. Шанс получить богатый урожай увеличивается на 10%. Рыба до начала рыбалки позволяет распознать. Ченство реду зе материал кост зен крафт зе ремесленник. Так, давайте ремесленник качнем. Пускай будет. Так, кстати, ты вернулся, Роблякс. Роблякс? Вернулся, Роблякс? Ну, как сказать, один видосик записал по Робляксю. Так, а на чем мы с вами тут остановились? Мы с вами... Ага, я кажется, вспомнил. На самом деле, я не успел выйти из своего дома, как меня Эмили уже отвлекла. А мы с вами, между прочим, хотели улучшить свой верстак. Для того, чтобы его улучшить, собственно, давайте же посмотрим, что нам для этого надо бы на было. Я себе тут записывал, что мне надо запчастей 30 штук. Крепких досок тоже 30 штук. Вот, допустим, вот у меня имеются эти вот запчасти. Даже 39. Крепкие доски. Где-то они у нас тут были. По крайней мере, мы их крафтили. Это точно. Крафтили? Крафтили. Вот они, крепкие доски. И, пожалуйста, сейчас еще плюс закроем свой сундук. Сундук с деревом. И тут тоже посмотрим насчет крепких досок. Ну, как-то я пока что их не наблюдаю. Куда же мы их дели? А, вот, 13. Так, итого у нас есть 20 крепких досок, а надо бы на 30. 30 нам надо бы на крепких досок. Так, делаем следующую кнопку. Нажимаем сортировка. И смотрим, что тут отсортировалось. На самом деле, нам не хватает еще, получается, их 30 и голды 10к. У нас 13 тысяч есть голды. То есть, мы с легкостью сможем это дело сделать, только нужно побыстрее сделать крепких досок. Так, крепкая доска. Заправим камнями энергетическими. И у нас сейчас в процессе создания еще 18. Нам нужно 30. То есть, получается, у нас все по плану идет. Так, ну, для того, чтобы мы, в принципе, с вами еще знали, как у нас будет происходить следующее наше задание, мы его должны себе напомнить для начала. Значит, мы должны с вами будем сделать 8 стального, 8 стальных каркасов. Стальные каркасы, стальные каркасы. Мотаем. Так, 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 так. Мотаем, мотаем, мотаем. Где-то у нас тут было задание, связанное со стальными каркасами. Это немножко захрип. Сейчас мы тут нароем. Стальные каркасы уже где-то близко. Уже где-то... Кстати, тут тоже нужны будут запчасти 10 штук, между прочим. Мы это тоже со временем сделаем. Но надо немного потерпеть, конечно же. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Вот, стальной каркас, 3 штуки. У нас нужно присадочный пруток и 15 слитков с углеродистой стали. Итак, смотрим. У нас стальных прутков 9 есть. А углеродистая сталь 10 штук. Вот такие вот делы. Такие вот делы. Надо 15. Еще 5 штук надо. И тогда у нас хватит сделать 3 этих штуки. Но это будет все равно мало. Почему? Потому что нам... Потому что... Потому что нам нужно будет сделать 8 штук стальных каркасов. И там понадобится очень много ресурсов. Нам нужно, наверное, это дело отменять. Отмена. Да. И посмотреть здесь углеродистая сталь. Угля мы побольше, видите, насобирали. Железная руда у нас подошла к концу. Это говорит нам только о том, что нам нужно отправляться снова-таки в руины. Руины для того, чтобы добывать ресурсы. Но у нас тут очень много всяких технологий поднакопилось. И надо бы, конечно же, это дело подосвободить. Вот, допустим, всякие пружины, всякие слитки насобирались. Пушки вон даже есть. Кстати, вон даже есть какая-то ржавая железная труба. Которая надобно продать будет. Она тут лишняя. Это 100%. Вот еще есть даже какая-то вот кассета у меня. Говно у меня вон там было. Что еще можно здесь такого из техники сюда сбросить? Мотор, пожалуйста. Медальон надобно будет продать. Это все давайте сюда помещать. Все, что на продажу, поместим вот в этот слот. Вот сюда, к примеру. Так, нитки также нам нужно сбросить. Сейчас нам нужно отправляться за этой рудой. Без нее мы никуда дальше не продвинемся. Ни на грамм. Ни на шаг. Так. Пружины, пожалуйста. Сбросил. Там где-то у нас был гаечный ключ. Сбрасываем все это. Сейчас оно мне точно не нужно. Так, это немножко подосвободили место. Но все равно вот еще вот это можно вот это скинуть. Смотрим кости. Кости, кости, кости. И говно там у нас еще было. Посмотрим, что можно здесь пока что убрать. Деревянное. Ну, давайте вначале тогда реально это дерево уберем. Пока не будем его с собой уносить. Потому что смысла в этом большого нету. Как мы понимаем с вами, да? Камень. Также можно поступить и со слитками. А тут даже у нас не получится сейчас сбросить лишний камень. Тем не менее, все равно постараемся. Кстати, я забыл сбросить еще и дерево. У меня вот тут появилось кусочек. Кусочек дерева. С деревом, с углем тоже, как мы понимаем, с вами есть у нас проблема. Нам он тоже понадобится. Но уголь мы можем быстрее сделать. Рыбу мы точно никак не сбросим. Ткань. Тканевые изделия у нас тоже какие-то для сбрасывания отсутствуют. Так, тут что-то касательно еды. Еда. Ну, давайте мы можем, в принципе, все, что заполняет мне здоровье, энергию можно оставить. Да, в принципе, все, что касательно еды, мы можем сюда сейчас сбросить. Пока что мы воевать никуда, драться не идем. Поэтому, пожалуй, все, что касается еды, мы здесь и оставим. Временно. Временно. Так, арбузы мне дали на выращивание. А как мы будем их сажать? Так, тут тоже у нас еда, между прочим. Вот гнезда можно сбросить. Смолу вот эту. Слитки. Ну, вроде бы как немного подсоводил. Полностью вырастая за 4 дня, можно собрать тыкву. Весна и лето. Весна и лето. Весна и лето. Календарь. А это у нас осенью. То есть весна и лето только выращивается. А она сейчас осень. Тут у нас все как бы в процессе создания. Правда, с деревом, конечно, туговато становится. Но мы все равно это дело заряжаем. Вот, железная руда. Для того, чтобы добыть железную руду, для того, чтобы ее добыть, нам придется сейчас отправиться снова-таки в руины. Чем мы сейчас с вами и займемся. Значит, руины у нас вот здесь. Железная руда в этих руинах находилась. Поэтому мы туда с вами и отправляемся. Это игра бесконечная. Пропортию. Неправда. Просто она очень увлекательная и длинная. Насчет того, что она бесконечная, это неверное утверждение, скажем так. В симуляторе пчеловода. Вот там точно бесконечная. Так, смотрим. Значит, нам надо железную. Железную. Значит, нам надо что-то такое, которое выглядело бы красным цветом. Так, но я вижу пока только синего цвета. О, а вот и красная. Железная руда нас интересует. Железная руда, пожалуйста. Так, есть дело такое. Еще и диски данных. Так, вот это дело у нас свидание. Осталось два часа. Так, у нас два часа до свидания осталось? Так, хорошо. А с кем мы там договаривались? У меня дома? По-моему. Это должна ко мне придеть та девушка, которая фотоаппарат должна будет вернуть. Ну, за свидание. У нас все по бартеру. Свидание за фотоаппарат. Два часа. Но мы можем пока что еще железную руду подобывать. Хоть немного. Так, значит, ищем пока что железную руду. Пока у нас еще свидание не... О, еще железная руда. Это меня больше всего сейчас интересует, этот материал. Без него нам дальше никак. Так, ну это синяя. Это у нас марганцевая руда. Пока что у нас нету какой-то такой нужды прям здоровенной в этой руде. А вот железная, конечно же, без нее никак. Это тоже синяя. Ну это, конечно, круто. Но это марганец. Остался один час до свиданки. Ладно, бежим. Бежим на свидание. А то же обидятся на меня там, понимаешь ли. Так, выходим. Надеюсь, я ничего не напутал. И это реально то свидание, которое нас ждет возле нашего дома. Сейчас мы это дело с вами все узнаем. Ну пошли. А где оно будет точно у нас происходить? Свиданница. Свиданница на карте будет отображаться. Вот. Мой дом. Наверное, это и будет тут наше свидание происходить. Мы можем через остановку переместиться. Вот так. Чик-чик. И чтобы меня кто-то перенесло. Так. Перенеслись. Время смотрим на часы. 13.41. А вот и Мерлин. Я думал, что я пропустил свидание с нею. Ничего подобного. Вот мы тут с ней на свиданнице пришли. Такие двое голубков. Поговорим с нею. Свидание. Ну вот. Подожди. Может нам дождаться ровно, чтобы было 14 часов. Вот. Ти-дин. Все. Теперь надо говорить с нею. Свидание. Начать свидание. О. Приятно тебя видеть. Что будем делать? Ха-ха. Пойдем ко мне в дом. Чай попьем. Там рыба есть у нас на столе. Что будем делать? О. У меня какие-то штуки сверху заполняются. Ботиночки пока что 0%. Взаимодействие. Поговорим. Поговорили. Так. А что мы можем закончить свидание? Подарок. Ой. А что я ей могу подарить? Что мне не жалко? Костей подарю. Топор. Слиток. Не. Мне все жалко. Говно. Подарим им говно. Какой же глупый подарок. Че? Тебе не понравилось говно? Так. Начинается. Подожди. Подожди. Как это так? Ну цветы могу сбегать за цветами. Что еще? Подарок. Свидание. Свидание. Поговорим тогда. Что будем делать? О. Я могу ее попробовать посадить себе на лошадь. У меня же есть лошадь. Давайте покатаем ее на лошади. Говно она не захотела. Так. Ну ладно. О. Все. Села. Тыгды. Все. Катаемся на лошади. Смотри. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я катаю Марти на лошадке. Уи-ху. А куда мы? К озеру бежим? Хо-хо-хо. Какой я добрый. Так. Ну мы можем тут побить лам с тобой. Смотри. Смотри. Бам. Бам. Лупим лам. Как тебе свидание такого типа? Какого рода? Не нравится такое свидание? Не нравится. Взаимодействие. А попробуем... Нет. Уйти. Подожди. На лошадь. Садись со мной. Села. Может быть мы можем к себе ее домой пригласить? Реально. Прям в дом зайти. Попробуем. Она сейчас за мной бегает. Как хвостик. Смотри. Так. Вернуть лошадь. Мерлин. Пойдем ко мне в дом. Иди за мной. За мной моя дорогая. Идем в дом. Заходим. Сейчас посмотрим что у нас произойдет. Пойдет ли она за мной или нет. Вот мы в доме. А где Мерлин? Сесть. О. Пришла. Садись мне на коленки. Не хочешь? А чего? Так. Взаимодействие. Так. Что мы можем сделать? Только могу подарки ей дарить. И все. Подарки мне уже недоступны для того чтобы ей дарить. А как же мне ее увлажнять? Что мне с ней делать? Чтобы у меня взять, открыть, взять, открыть. Но я его как-то с удовольствием с нею присел. Музыку взять. Робот взять. Сесть на диванчик. Садись рядом. Не хочет садиться. А что мне с нею делать? Кроме как... Как мне с ней свиданичать? Не хочет они как со мной свиданичать. Киркой. Сил тебе не занимать. Ну да. Я силен. А ты как думала? Так. Что-то она говорит мне про свой исследовательский центр. Мне, в принципе, рассказывали там что-то про свидание. Может быть, мы можем как-то тут еще что-то подсмотреть. Кран. Это вот социальный эксперимент. Завершено. Поручение гильдии. Записная книга. Общение. У меня как-то не выходит с ней наладить контакт. Вот Соня, моя любимая девочка. Я хочу с ней как-то подружиться. Свидание. Если мы сейчас карту откроем... Не, надо на улицу выйти и открыть карту. Возможно, там какие-то будут точки, на которых мы сможем с ней как-то вместе побыть и что-то поделать. Сейчас мы откроем карту и разберемся. Так. Вот мы на улице уже с нею, по идее. Открываем карту и смотрим, что у нас тут на карте интересного пишут. Запустить фейерверки сегодня. Следующий день. Фейерверки запустить. А то что? Обмен значков. Ужинать, играть в даст, играть автомат, стрельба по шарикам. Обмен значков. Это все... Вот это все... О, качаться на доске. О, мы сейчас пойдем с ней качаться на доске. Точно. Так. На лошадь. На лошадь. Мигом, мигом, мигом. Это должно быть недорого. Так, пошли. На доске покатаемся. Мы сейчас с ней... Мы должны, короче, на карте искать места, где мы можем с ней проводить вместе как-то время. И за это дело зарабатывать очки. Вот. Кататься на доске. Можем немного поиграть. Кататься на доске. Давай. А ну-ка, смотрим. Счетчик. Счетчик в настроении будет зависеть от ваших действий. В мини-игре качели доска ваш товарищ по играм будет говорить, насколько высоко ему хочется подняться. Вам нужно соответствующим образом изменить положение счетчика. Нажимайте и удерживайте до тех пор, пока уровень силы не достигнет красной зоны счетчика. Счетчик внизу будет происходить. Пробел нужно будет нажимать какой-то. Давай повыше. Слишком низко. Я хочу повыше. Так, а как это дело... Я никак не понимаю, как это работает. Это качеля. Ага, удерживать. Удерживать пробел, а потом отжимать нужно. Понял. До меня наконец-то дошло. Оп. На красную. На красную. Надо на красном останавливаться. Поняли? Держишь пробел. И вот мы так катаемся на качели с нею. О, она очень рада. Эй-ей, кричит она. Эй-ей. Так, отлично. Получилось? О, как она сейчас в космос улетит у меня. Так, было просто потрясно. Кажется, ей понравилось. Так, где моя лошадь? Лошадь. Садимся на лошадь, смотрим карту. Куда мы можем еще пойти? Беседа по деревам желаний. О, беседа по деревам желаний. Это здесь? Эээ, усталость что-то накатило. Можем немного посидеть? Да, конечно. Садимся. Что дальше? Обычный разговор. Сделать комплимент. Подарок. Положить голову на колени. Держаться за руки. Обнять за талию. Уйти. Обычный. Давайте подарок сделаем. Два сапожка. Какой подарок? А что подарить-то? А ей может что-то не понравится. Я ей говно дарил, ей уже не понравилось. Подарки вот такого рода можно делать. А у меня таких подарков нету, видимо. Могу говно подарить. Не, говно не надо. Не собираешься мне ничего дарить? Очень жаль. Что дальше? Так, обычный комплимент сделай. Что мне сказать? Твоя научная работа была опубликована в журнале. Впечатляет. Ты, кажется, очень умной. Проработают, скажем ее. Мои исследования опубликовались в 5 разных журналах и газетах. Но ничего не стали публиковать в Веге 5. И это оскорбляет. Что дальше? Обычный разговор. Какая трата времени? Лучше бы я занималась исследованиями. Что дальше? Комплимент. Положить голову на колени. Комплимент. Теперь это. Ты кажешься очень умной. Верно. А теперь скажи, что... Чего-нибудь, что я не знаю. Так, что дальше? Положить голову на колени. Что мне сказать? О, она сама мне прилегла. Какие подарки тебе нравятся? Мне интересно только то, что представляет ценность для исследований. Что дальше? Ей надо диски дарить. У нее 42. Все, мы больше ничего не можем тут сделать. Все, уходим отсюда, Славочки. Вот это у нас, конечно, свиданница. Где моя лошадь? Садимся на лошадку. Смотрим карту. Итак, вот у нас есть обмен значков и какой-то шарик. Давайте в эту точку и побежим. Это где-то недалеко от выхода. Яркая площадь. Мы сейчас поставим отметку себе. Вот туда и побежим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А где это место? Пока я не знаю. Где-то тут недалеко. Повернуть надо б на нам куда-то вот сюда. Правильно я развернулся? Не совсем. А что там было за место такое? Я так не совсем осознал. Что там писали? Ужинать, играть в дар. Сегодня играть в туман. Стрельба по шарикам. Обмен значков. О, стрельба по шарикам, кажется, она. Слазим с коня. А где тут стрельба по шарикам? Внутри что ли где-то? Вот Соня моя любимая женщина. Так, ну вот мы где-то сейчас тут и находимся примерно на этой точке. Так, заходим. Там будет стрельба внутри, наверное, по шарикам, я так подозреваю. Это здесь что-то такое было. Она хоть за мною пойдет? Или не пойдет? Вот она, стрельба по шарикам. Ну. Вот она прибежала. Так. Что надо нажать? Взаимодействие. Говорят, ты метко стреляешь по воздушным шарикам. Не покажешь нам стрельба по шарикам. Ну, поехали, попробуем. Пули. Текущий счет. Для выстрела наведите прицел на воздушные шарики. Нажмите назначенную кнопку. Разные шарики приносят разный счет. Движущиеся небольшие и дальние шарики дают больше очков. Чем легче всего попасть по воздушным шарикам в первом ряду? А, легче всего попасть по воздушным шарикам в первом ряду. Понял. Это самые сложные. Патронов-то они нас... Нет, не... Не без... О, в говно попал. В говно нельзя стрелять, понял? Да что ж такое? О, 35. Сердечко. Успех. Еще получили какие-то вон 7 этих жетонов. Так, попробую заработать счет больше. Еще стрелять? Что-то ей не понравилось? Или мы поиграли? Или надо еще? Так, подожди. Там какой-то еще дартс есть. Вон, играть дартс. Иди сюда. Иди сюда, в дартс. Говорят, дартсе тебе нет равных. Не хочешь показать свои силы? Давай, пошли. Счет зависит от секции, куда попадет дротик. Дротик попадет в область круга. Счет в дартс. Подсказки. Все, я понял. Поехали. Кидаем. Надо кидать сюда, видимо. Десятка, тридцатка. Десяточка. Это плохо, да? Двадцатка. Двадцатка. Тридцатка. О! Общий счет 80. Сколько? Сколько там было в последний раз попало? Десятку. Девяносто общий счет. Ну, такое себе. Ну, мы сыграли. Неплохо получается. Я знаю, я знаю. Это, это... Так, тут что-то еще подсказывает мне сыграть. О, вы. Йо-йо, сложно побеги. Хочешь пробовать? Давай, сыграем. Попробуем. Надо крутить просто. Ставим, допустим, пятерочку. Пять монет поставил. Боже мой, какая трата денег огромная. Выбрать. Тунц, тунц, тунц. Раз, два, три. Ну-ка, где моя победа? О! Три коктейля. О! В яблочку. А ты как думала? Так. Все, мне засчитали ботинок один. Что, еще в дартс играть надо? Ты метко трядаешь? Метко, метко. Поехали. Пробуем еще раз. Пом. Пом. А где мои патроны? Вот они, вижу внизу. Цифры, видите, внизу? Ой, в этот раз я, по-моему, поинтереснее попадаю. Сука. Набил. 12 теперь заработал. 55% поданий. Ого, ты кое-что умеешь. А то. Свидание с Перенажем заканчивается. Даже не верится, что свидание уже закончилось. Давай как-нибудь повторим. Больше нельзя встречаться с Мерлин. Отношение плюс 20. Так вот, что такое социализация. Мне нужно подумать, обдумать свою реакцию. Результаты я сообщу позже. Мне нужен от нее фотоаппарат был вообще-то. Так, ладно. Мы потеряли, конечно, времени много. Там Джинджер, тоже симпатичная девочка. Папа говорит, что вы с Сэм решили проблему с грязной водой. Так что же там все-таки случилось? Давай, расскажи. Ты помнишь принца Крысюков? Так, оказалось. Говорящий король Крысюков, теперь меня точно ничем не удивишь. Хе-хе. Наверное, страшно было падать так в руины. О, и Сэм был такой сильный. Я рада, что вы вернули целыми невредимыми. Так, отношения у нас с Джинджер улучшились. А где ее папа? Нам нужен ее папа для того, чтобы купить у него еще один новый рецепт. Гаст, Марс. Доктор. Просто поговорим. Просто побеседуем. Мне нужен ее отец. Он постоянно мне продавал какие-то рецепты новые для готовки. Гаст. Мне пока что нет возможности. Может он тренируется на улице? Хорошо, я не буду кричать. Сейчас донатик подъедет. Боже ты мой. Так, вот это Джанго. У нее обычно вот рецепты продавались различные. Мясо, картофельный фрукт и рис. Диш ван 20 гол. Это он может... Угу, угу. 20 голды. 3 дня. Паэлья с морепродуктами. Риса. Бангубовая папайя. Кошачий сом. Ух ты. Так, ну что. Мы с вами возвращаемся в эту, в катакомбы. Нам нужно больше ресурсов, чтобы мы смогли... Робот! Ак! Вот ты где. Взаимодействие. Поговорим с ним. Раньше было так много роботов, а сейчас я тут один. Что случилось? Подарок какой ты можешь принять? Все же самые все подарки. Ладно, мы с вами также не продали. Но уже который час? 19 часов. Мы можем сейчас залезть в пещеру. Еще немного добывать ресурсы. На самом деле. Чтобы мы с вами... Будущие... О, лошадь моя. Что тут разгулялась? Я не понял. Я не понял. Так, это у нас какие руины? Какой номер? По-моему, это первые. Потому что возле вторых у нас находилась... Вообще-то что? Возле вторых у нас находилась вообще-то остановка. И все верно. Вот она, остановка. Туда нам и нужно скакать. К остановке. Так. Бежим. Вот, мы тут лошадь поставим. Сами пойдем в пещеру добывать снова-таки ресурс. Самый главный ресурс, который мне нужен. Чтобы у нас все было хорошо. Это у нас железная руда. Надо на нее концентрироваться и стараться красную добывать. Потому что благодаря именно этому ресурсу мы сможем с вами выполнить задание. Это важно. Это очень важно. Красная железная руда. Так. О, там что-то была красная. Кусок красноты. Так, вот. Немного железная руда попалась. О, вот целые залежи красной этой железной руды. Вот сейчас нам нужно вот здесь сосредоточить свое внимание максимально. И тогда у нас будет возможность потом заказать полно этих железных слитков. Ой, не железных. Как они там назывались? Мармонцевые. Или как? Что-то в этом роде. Ну, вы поняли, я думаю. Так. Добываем, добываем. Тут полно этого краснючей этой штуковины. Этого железной этой руды. Вот это самый главный сейчас для нас ресурс. Если у нас с ним будут проблемы, то мы не сможем справиться с квестом. Так, который час? 21 час у нас. А в 3 часа ночи наш персонаж вырубается. Мы можем сейчас вообще-то всю энергию свою здесь израсходовать. У нас ее еще осталось 200 единиц. Мы добудем сейчас очень много этого ресурса. И в принципе у нас, по идее, должно тогда его уже хватить на квест. Если мы справимся. Правильно, да? Так. Бьем, бьем. Так, добываем, добываем. Не стесняемся. 140. 130. Нам надо сотки добить. И будет вообще счастье. Насколько мы набили? Пока что даже 500 нет у нас этой железной руды. Но это мало, конечно же. Нам нужно 999, чтобы максимум был. Тогда будет вообще лепота. Сверху еще много вон кусков этих красных. Видите? Красная порода. Это как раз то, что нам не надо было. Красная порода. Если мы ее добудем много, то наш вопрос с этим квестом как бы закроется наполовину. Останется только скрафтить. Ну, как бы с деревом у нас еще есть проблемы. Но это дерево добывается несложно совершенно. Сами понимаете. Вышел себе, помахал немного топором и все готово. Так, что у нас по итогу у нас имеется? У нас осталось мало энергии. Всего лишь 50. И это, в принципе, с одной стороны и хорошо, потому что... Ух ты, я нашел! Смазку нашел! Здорово! Смазка ведь нам тоже понадобится. Видите, как хорошо. И смазка нашлась. Даже мы особенно ее и не искали. Она взяла и нашлась сама. Но смазка нам тоже для какого-то квеста нужна была. Это я точно помню. Так, мы так уже глубоко тут зарылись, на самом деле. Что мне как-то уже не по себе. Но ничего. Все под контролем. Все нормально. Так и должно быть. Осталось нам немного. Все, энергия закончилась. И мы можем переместиться на вход через карту. И переместившись сейчас мы на вход сразу же можем выбраться наружу. Мы можем коня своего, например, отправить домой. Вот он, наша лошадка. Так сделать. А можем прямо на нем и поспакать домой. В принципе. А можем сделать двумя вариантами. Либо же вернуть его домой. Пускай он себе бежит. А сами вернемся на автобусе. О! Ночной экспресс. Отвез нас домой. Лошадь наша, по идее, уже там сидит в конюшне. А мы с вами пришли. Кстати, капусту проверим также. И тут мы можем сейчас посмотреть, что у нас происходит. Вот эти слитки у нас производятся. Вот углеродистая. Уголя у нас совершенно, совершенно, совершенно не хватает. Ну и дерева также нам не хватает, как вы видите. Поэтому нам нужно сосредоточиться на том, чтобы мы создавали больше угля. Вот. И таким образом мы сейчас себя немного этим делом обеспечим. Конечно же, хотелось больше. Тут нету топлива. Немного подзаправил. Пускай крафтится. Крафтится. Здесь у нас работа идет. 16 штук на один день. И тут на один день заправлено. То есть работа идет. Все идет своим чередом. Здесь мы заберем крепкую древесину. Заправим. И в принципе можем идти отдыхать. На утро мы проснемся. У нас еще больше этих слитков будет готово. У нас немного еще будет готово. Получается. Это самое. Как его? У нас еще немного приготовится. Угля. Ой, угля. Ну да. Угля. Просыпаемся. Возможно, какое-то письмо даже придет от Мэрилин. Этой девчонки. Которой мы были на свидании. Это тоже часть квеста. Она должна нам отдать фотоаппарат, чтобы мы его отдали в центр. В центр. В типографии. О, от Мэрлин. Это была моя первая попытка социализации. Все прошло заурядно. Я думал, у меня посетит какое-то озарение. Но похоже, это не так. Сказки по психологии полны неточностей. Из-за них мой эксперимент провалился. Вот, держи камеру. Она твоя. Благодарю за содействие. Вот такую камеру мы получили от Мэрлин. Хорошо. От Джинджер. Письмо. Здравствуй. Если тебе не трудно, можешь принести мне несколько топазов? Топазы, Джинджер. Топазы хочет, значит. Несколько. Это сколько? Подожди. Ладно, принимаем задание. Джинджер. Сейчас посмотрим. Ждите. Ответом подождал. Получил. Водяное колесо в процессе. Кран в процессе. Так, мне надо открывать квест и смотреть, что там за Джинджер. Что там? Вот Джинджер. Топаз. Три штуки. Так, сейчас будем разбираться с тобой, Джинджер. У меня тут были эти топазы. В камнях, кажись, да? Топазы. У меня их есть целых 10 штук, между прочим. Нам нужно три как-то отделить. К примеру, к примеру, к примеру. Сейчас мы подумаем, как это лучше всего сделать. Вот так. Три мы отделим. А куда они отделились? Топазы-то. Вот, три здесь. А семерочку обратно вернем. По поводу всех остальных камней. Мы их можем сразу же сюда, наверное, сбросить. Сортировку тут нажать. Посмотреть, какие тут еще камни у нас добылись, которые мы можем перебросить, чтобы они там себе хранились. То есть, топазы мы сейчас их туда забросим. Вот. С деревом у нас есть проблемы. Я помню, 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 помню. Не подсказывайте мне. Вот у нас есть тут еще немного угля. Слитки у нас в процессе создания. Мы сейчас тут заправка не нуждается. Слитки можем еще заказать. Это у нас главная сейчас наша аппаратура для создания этих слитков. Из углерода. Так, хорошо. Ну, давайте топазами закроем вопросик, да? Потом у нас вопрос. Доска крепкая есть? Запчасти есть? Крепкая доска? Ну, а чего нам не хватает? Голда, запчасти, крепкая доска? Да вроде бы все есть. А почему я тогда до сих пор это дело не совершил? Мне что-то непонятно, что я так упустил этот момент. Давайте тогда откроем сейчас что? Деревянная крепкая доска. Нам нужно было их 30 штук. Почему у меня... А вот еще десятка. Вот 10. Это мы отдадим туда, это сюда. Голда у меня есть. И фотоаппарат по дороге тоже мы отдадим. Так, по поводу взаимодействия. Есть. Собрать гамняшки. Кормить конюшня. Салат не отдаем. Мед не отдаем. А вот это волокно, пожалуй, мы можем 30 штук сюда забросить. Ну и немножко медом разбавим это все. Все, пускай есть это растительное волокно. Добавляем. Теперь у него есть что покушать. И мы теперь бежим выполнять следующее задание. Во-первых, мы пытаемся посмотреть... Который час? 9 часов. В строительный... Ой, как это называется? Констракшн. Ну да, строительное бюро, так сказать. Мы сейчас его зайдем тут. И посмотрим, получится ли у нас, благодаря нашим ресурсам, что мы накопили, улучшить свой верстак до 3 левела. Так, верстак. Улучшить. У нас есть и запчасти, и крепкая доска, и голда 10 тысяч. Нам это надобно, это дело по-любому, потому что мы тогда не сможем без него создавать вот такие вот эти вот коробочки железные. Очень надобно нам это, очень. Насквест на эту штуку. Поэтому принимаю. И смотрим сразу же, куда мы это дело установим. Вот мы можем выбирать. Мы, в принципе, вот сейчас, когда мы можем выбирать, можем ее установить где-то в таком выгодном для нас месте. Так, принять, вращать букву Т. Возле дома, например. Вот, чтобы это нам тут не мешало. Все, можем теперь выходить. Пускай верстак будет с той стороны. Мы потратили много денег. Я согласен, что это, возможно, глупость, потому что мы не сможем расширить свою территорию. Ну, это, в принципе, важная была вещь. Так, потому что, сейчас поймите, почему. Так, Джинджер. Ага, булочная. Тут мы фотоаппарат должны отдать. А куда мы должны, Джинджер, забросить топазы? Где мне ее теперь найти? Камера для новостей. Но это я помню. Так, конячка моя. Вот моя конячка. Бежим тогда пока что камеру для новостей туда забросим. Сейчас им. Тут робот что-то стоит. Вот тут у нас было. Это их бюро. Бюро по опечатке газеты. Камеру. Вот. Мэй. Настоящая камера. Наверное, трудно было ее сделать. С этой камерой наш газет останет куда лучше. Большое спасибо. Вот возьми в знак признательности. О! Даже голду мне какую-то подбросили. Можно использовать камеру. Отношение голда. Ну, неплохо. Неплохо. Больше пока что здесь заданий нету. Выплевываемся наружу. И сейчас нам нужно будет каким-то образом еще топазы вернуть. Лошадка. Так. Ну, у нас еще, кроме того прочего. Как робот смешно бежит. Так. Топазы, топазы, топазы. Нигде на карте пока что не вижу этого персонажа, которому мы должны топазы отдать. Джинджер этой. Вот. Что у нас тут теперь есть? А вот мы поставили с этой стороны этот верстак. Новый. Третьего левела верстак. Мы скрафтили наконец-то. И здесь мы можем теперь стальные каркасы создавать. Видите? У нас прутки есть. У нас есть слитки. У нас нужно было их для квеста нашего. Нам нужно было их... А, они сразу создаются. Моментально. Видите? Я не успел даже ничего сделать. Вот они. Стальные каркасы. Три штуки. Даже времени нужно ждать, чтобы они создавались. Вот таким образом у нас они будут, получается, сейчас создаваться. Теперь получается, нам что? Нужно просто дождаться, пока у нас появятся еще слитки из углеродистой стали. И присадочные прутки. Побольше их нам надо. Хотя у нас они еще немного имеются. Присадочные прутки. Шесть штук. Вот, пожалуйста. Вот. Присадочные прутки. А вот эти вот углеродистые стали слитки. В принципе, вот таким образом мы понемногу это дело должны успеть сделать. Ну, а если мы не успеем, будет, конечно, печалька. Но мы можем еще глянуть сюда вот в задание. Мы увидимся, что у нас еще есть шесть дней для создания. Я думаю, что мы успеем. Я думаю, я на это сильно очень надеюсь. Тем более, мы столько ресурсов добыли с вами, что у нас должно это все дело получиться. Правда, у нас начинаются проблемы с деревом. Но мы с этим делом будем уже с вами заниматься в следующей серии. Мы дерево еще набьем и поставим на создание. Пока что на этом будем мы завершать серию. Спасибо всем за просмотр. Мы играли MyTime at Portia. С вами был Еломоб. Всем пока-пока.